Я очень не люблю бесцельно валяться на берегу моря, якобы загорать. Но в таких городах, где есть море, мне приходится бывать. В частности, я очень люблю Сочи. Столица будущей Олимпиады. Там на рынке есть одна очень милая забегаловка, как говорили раньше. Там готовят очень простую и вкусную, свежайшую еду. Я решил вам показать парочку блюд из этой забегаловки. Но только убрав из них, все нездоровое. Потому что наша программа посвящена вкусной и здоровой еде. Символ здоровья у меня Елена, моя помощница и ученица. Здравствуйте. Сегодня мы вместе с вами научимся массе интересных и полезных вещей. Как правильно вести себя на кухне, как правильно дружить с теми или иными продуктами. И стоит ли от чего-нибудь отказываться, если уж очень этого хочется, предположим. Ну вот, я заговорил о Сочи. А Сочи, как вы понимаете, это город, где очень сильное влияние Грузии, поскольку она там близко. Грузинская еда, она очень интересная, потому что она способствует долгой жизни. Там очень много старожилов. Сейчас вы у меня будете жить очень долго, будете помнить меня всю жизнь. Потому что я вам сейчас расскажу так, про парочку блюд, вы их запомните навсегда. Первое блюдо будет чахахбили. Хорошее уже вкусное название. А все детали этого блюда вам расскажет Елена, а я уже буду вместе с ней готовить. Чахахбили. Вам понадобится половина курицы, две луковицы, четыре помидора, 3-4 зубчика чеснока, один пучок кинзы, один пучок базилика и растительное масло для жарки. Курицу без кожи нарезать на куски и обжарить без масла. Лук нашинковать и обжарить на растительном масле, несколько раз добавляя в воду. Помидоры мелко нарезать. В сотейнике соединить курицу, помидор и лук. Готовить не менее 20 минут. Затем заправить толченым чесноком, измельченной зеленью и готовить еще несколько минут. Затем выдержать под крышкой. Самое главное выдержать под крышкой, как вы понимаете. Жареная курица и здоровая еда. Лена, погодите, все сразу не будет. Давайте мне эту курицу сначала. Я вам покажу, как с ней быть. Такое интересное и забавное название у нашего блюда. Елки-палки. Прямо целая тяжелая атлетика для того, чтобы усвоить этот рецепт. Какая тяжелая эта курица. Вы специально такую большую курицу. Прямо курица тяжелая, атлетика тяжелая. Курица у нас хорошо растет. Давайте мне тяжелую курицу, спасибо. Я себе возьму легкую зелень. Ну что ж. Тогда вы ли начистите лук. Мытый уже. Я уже от него немножко сегодня отрезал один раз. Что-то сегодня уже было. Я займусь курицей. Что-то происходило. Ни одну курочку я уже в жизни загубил, вы знаете. Ни одну птичку загубил. Курица без кожи. Такая у нас жизнь. А почему? Без кожи, потому что как раз это элемент, который не совсем здоровый символ кожи курины. Она жирная. Поэтому в оригинале так не делают. Но я сегодня вношу коррективы, с учетом того, что мы с вами два символа здоровья на этой кухне. Попробуйте тонко нарезать. Тонко нарезать? Настолько тонко, насколько вы можете. Ну, знаете ли, это я. Вдруг я могу очень тонко. Ну, значит, будет тонко. Это нормально? Да, это нормально. Так. Весьма интересное занятие. Нарезка лука. Это наше любимое занятие, дорогие домохозяйки. Мы можем сейчас посмотреть строение мышц курицы, если хотите. Анатомию изучить, да? Вот она курица. Ну, я сейчас не буду ее никак рубить. Я ее разрежу по суставам, потому что я знаю, где у нее суставчики проходят. А если не знаешь, где у нее проходят суставчики? Надо пощупать. Пощупать курицу, да. Прежде чем разрезать курицу, пощупай ее. Это главный принцип. И сейчас я буду Лене возражать по поводу того, что она сказала, что мы будем ее жарить. Какая же это здоровая еда? Жарить это только называется. Ну, когда мы говорим жарить, это значит не варить. Понимаете? Это значит жарить. Я сказал жарить именно в этом смысле. Смотрите, я сейчас ставлю две сковородочки. В принципе, можно и одну. И чтобы было понятнее. На двух надежнее будет, да? На обеих сковородочках мы будем сейчас жарить курицу. Нет, Лена. На обеих сковородочках мы сейчас будем жарить разные продукты. На сотейник я положу курочку. Видите, я не кололю никакого жира. Она еще холодная, эта сковородочка. Я ее, видите, положил. Курица у меня нагревается без всякого масла. Масло прям вот туда уже вот так вот. Весь лук. Да. Видите, лука достаточно много, правда? Много, да. Лук хороший продукт, полезный. Там еще воду добавлять надо зачем-то туда. Никогда не помешает. Я возьму деревянную ложечку и немножко сейчас помешаю лучок. Луку мы тоже не дадим зажариться. Лук будет у нас сегодня вкусным и ароматным. Ну что, чеснок. Мы с вами сейчас, Лена, подготовимся. Я вот вам дам красивые помидоры. Безжалостно нарезайте все помидоры абсолютно. Вот как угодно? Да. Как угодно, но мелко. Найдите какой-то алгоритм работы. В общем, мелко надо нарезать помидоры. А что вообще в переводе чехахбили означает, знаете? Я этого не знаю. Вот смотрите, я сейчас немножко воды сюда добавляю. В сковородку. Время лук, так сказать, варится. Когда жидкость испарится, он опять будет томиться. Так мы будем делать несколько раз. Помидоры тоже все нужны? Помидоров тоже нужно много. Помидоров много. Это блюдо, где помидоры обеспечивают создание как раз соуса. Соуса хорошего. И, конечно, летом, когда помидоры грунтовые, уместно пользоваться такими живыми. Когда зима, лучше купить какие-нибудь итальянские протертые помидорчики. Я имею в виду не томатную пасту. А что? Я имею в виду помидорчики, которые выращены в Италии. Вот так же их машина измельчила. Другая машина измельчила. Не эта. Не эта машина, другая машина. Да. И в собственном соку эти помидорчики положили в баночку и закатали, стерилизовали ее. Помидоры сохраняют весь вкус свой. Потому что в Италии вообще считается, что помидоры самые лучшие в мире. То есть томатную пасту все-таки не надо? Томатная паста – это уже слишком, знаете, так. Агрессивно. В ресторанах, например, когда заказываешь чехах били, в грузинских, вот не факт же, например, что поешь настоящую еду такого грузиного? Ну, Лена, это очень сложный вопрос на самом деле. Вы тронули мастера за больное, потому что... Что такое настоящая еда, не знает никто. Даже Господь Бог не знает. Даже вы не знаете. Что такое настоящая чехах били, настоящая грузинская, настоящий украинский борщ, настоящая еврейская фаршированная рыба, что там еще, настоящий ферганский плов. Никто не знает, что это, потому что сколько в мире есть узбеков, столько есть видов настоящего узбекского плова. Сколько в мире есть украинцев, столько видов есть настоящего украинского борща. Поэтому установить истину сегодня, ну, вы знаете, что невозможно. У меня есть подружка. Она из наших. Она не из ваших, она из наших. Из грузин. Она из грузин, и она из наших, потому что она моя коллега. Она профессиональный повар. И мы с ней, бывает, сходимся, так сказать, на ринге, когда, ну, выпьем немножко, и начинаем спорить, что такое настоящий сациви, что такое настоящий. Ну, вернее, спорит она, а я-то нет. Хотя у меня, может быть, какое-то свое мнение о том, как эту еду уместно и рационально, грамотно делать. Вот и все. И что она говорит на этот предмет? Нет, ну, мы можем спорить про... Мы спорили недавно про сациви, например. Мы спорили, в частности, о том, надо ли жарить для сациви лук, либо не надо вообще его использовать. Надо ли жарить орехи для сациви грецкие, или надо их использовать так, как есть. То есть мы спорили, но мы остались друзьями снова. Такой интеллигентный спор. Надо ли жарить орехи для сациви. Вот. Вот о чем надо с гостями разговаривать. А я вам скажу, чтобы еда вам была более полезной, и чтобы она была для вас источником здоровья, надо пытаться за едой разговаривать только о чем-то приятном. У каждого есть свои приятности. А вообще говоря, когда за едой собирается, за столом собирается несколько человек, правильнее всего. Знаете, о чем говорить? О еде. О еде. Конечно, о еде. Не надо травить анекдоты, не надо ругать правительство, а лучше говорить о еде. Лучше хвалить еду и хвалить хозяйку. Вот, кстати, я сказала об этом. Потому что если вы будете смотреть нашу программу, вы обречены стать просто хорошей хозяйкой. Когда мы говорим о полезности еды, мы должны на самом деле говорить о ее безвредности. Это уже полезно. Понимаете? В этом блюде ничего вредного нет. Здесь есть курица, которая, кстати, не будет жирной, поскольку мы удалили кожу. Диетическое мясо. Чем оно вредное? Это только польза. Лук. Это источники витаминов и некоторых веществ, которые стимулируют пищеварение. Помидор. Много в нем полезного, кстати. И витаминов, и микроэлементов. И, как говорят мужчинам, очень полезно. Помидор? Да, помидор. Не в том смысле, в чем вы подумали. Я вам скажу, что то, что мы здесь готовим с Леной, это всегда лучше, чем секс. Всегда лучше, чем секс. Поэтому это удовольствие выше, чем секс, уверяю вас. Вот это базилик у нас, правильно, здесь? Базилик у нас зеленый. Зеленый. Он гораздо лучше, чем фиолетовый. На Кавказе, вот где, скажем, родилось блюдо Чахахбили, фиолетовый базилик называют роган. И вот тут наши дамочки порой путаются. Дамочки, чтобы вы такие не путались, я вам сейчас расскажу, что вы путаете две травки. Внимание на меня. Внимание на меня. Травка роган – это фиолетовый базилик. Он растет у нас и у нас, и на Кавказе. И чаще всего базилик действительно попадается к нам фиолетовым. А травка орегано, бабоньки, это другая травка. Она у нас в русском языке называется душица. Это очень итальянская травка. Там ее называют орегано. А мы сейчас все стали умными, тоже здесь называем орегано. Но путаем с роганом, с фиолетовым базиликом. По-нашему это душица. Так что, душеньки мои, не путайте эти две травки и зарубите у себя это на буфетном шкафу. В очаровательных носиках. Ну ладно, душеньки-то расслабились уже, развернулись, так сказать. Ну вот, лук чуть-чуть стал кремовым. Этого достаточно. Добавляю к курице. Лучок готов, курица готова. Ну, не готова, до такой степени готова, как мне надо. Помидоры тоже готовы. Помидоры. Вот сейчас Лена своей, так сказать, не дрогнувшей рукой очень нежно высыпет сюда помидоры. Плюх! Я сейчас это все закрою для того, чтобы у нас все это тушилось. И сейчас вот курица начнет пропитываться соком томленого лука и помидора. Я возьму сейчас крышку, пока накрою курицу крышкой. Помидоры должны дать сок. Я возьму сам-то на себя чеснок. Хотите, можно показать вот такой способ. Можно посыпать его солью, тогда здесь трение будет увеличиваться. и, допустим, вот так сделать, вот так, плоской стороной ножа. Видите, что я делаю? Я его раздавливаю об доску. И даже, видите, как быстро и эффективно по нему я прошелся. И вот уже он запах, он запах, потому что он уже начал работать. Вот я могу еще раз так пройтись, вот такими движениями, видите? И он уже превращается в подобие пасты чесночной. Я хочу спросить у девушек наших, которые в эту сторону экрана находятся, спорим, вы такой способ не знали? Вот я не знала, например. Здорово, спасибо. Будем иметь в виду. Это был комплимент мастеру. Видите, булькает уже. Я сейчас перемешаю, чтобы эффективнее все было. И вот она сейчас у меня будет так, курочка, тушиться. Представляете, какой мы дадим туда удар вкуса? Когда мы сюда добавим два очень ароматных вида зелени, базилик и кинзу, и ароматный чеснок. И в конце, чтобы они чуть поработали, и вкусы остались там. Уже вкусно. Звучит потрясающе. Ой, выглядит еще лучше. Ну вот, девочки. У меня здесь вода кипит. Это для другого блюда, которое называется полента. Полента. Вам понадобится 250 граммов кукурузной муки, 1 литр воды и соль. В кастрюлю с толстыми стенками налить 1 литр подсоленной воды, довести до кипения. Кукурузную крупу постепенно насыпать в кастрюлю, постоянно помешивая деревянной палочкой или лопаточкой. Варить поленту 30 минут, постоянно помешивая. А вот подать его можно сулугуни, написано у меня в рецепте. Ну вот, сулугуни. Так что несите-ка вы мне сулугуни. Надеюсь, что Лена не спутает ни с чем сыр сулугуни, когда она сейчас возьмет в холодильнике. И мы сварим поленту. Полента. Никогда бы не подумала, что так называется кукурузная каша. Вот такое неожиданное совершенно прибавление к рецепту сыр сулугуни. Я напомню, что мы сейчас с Леной готовим два блюда. Одно блюдо чахахбили из курицы, оно уже вот здесь. Курица с помидорами и с луком успешно тушится. А вот в этой кастрюльке мы сейчас сварим поленту, кукурузную кашу. Положу сюда кукурузную крупу. Это не совсем крупа, потому что это нечто среднее между крупой и мукой. Я могу сказать, что это очень мелкая крупа или крупная мука. И я сейчас буду варить. Поленту надо варить вот из именно из такой. Да. Примерное соотношение воды и поленты такое. Один к четырем. То есть на одну часть крупы по объему. Четыре части воды. Ну, я сейчас немножко добавлю и посмотрим. А если у нас нет такой крупы, есть обычная просто, мы что можем сделать? Обычная крупа варится очень долго. Ага. А эта варится гораздо быстрее. Ага. В кофемолку-то можно засунуть? Я думаю, что можно. Вот, девушки. В кофемолочку, обычную крупу кукурузную, и потом на ужин. Полента. Мамалыга как-то звучит уже так привычно, а поленты нет еще. Вот я сейчас буду это мешать. И у меня сварится кашка. Я сделаю ее чуть пожиже даже. Ага. Потом объясню, почему. А вот почему постоянно мешать надо? Потому что пригореть может. Потому что все-таки это крупа, наверное. Она оседает на дно. Ага. Не надо мешать, чтобы ложка или там какой-нибудь лопатка, я не знаю, обязательно проходили по дну. Потому что смысл размешивания в том, чтобы не давать какой-то структуре подгорать снизу. Поэтому водите по дну всегда, по дну. Чувствуете дно. Вот краем ложки я сейчас чувствую дно. Это очень важно понимать. Я, глядя на то, как вы мешаете, вспомнила анекдот чисто женский. Дорогой, я на 5 минут выйду к соседке, а ты каждые полчаса помешивай сутки. Совершенно верно. Вот так с вами, дорогие дамы, и происходит. Да. Видите, каша на глазах густеет. Это потому что мелкая крупа, вот эта, да? Да. Я на самом деле не боюсь. Видите, я сейчас вроде кажется еще жидко, да? Ну, мне тоже кажется, что еще жидко, чем я хотел. Но во всяком случае так правильнее. Надо будет добавить крупу, я всегда добавлю крупу. Она сварится вместе с той, которая варится чуть раньше. Но если бы я сейчас сюда бухнул много, мне потом пришлось бы очень тяжело. Она вот как-то, она же увеличивается, соответственно, да, в объеме? Да, она увеличивается в объеме, потому что крахмал, который есть в кукурузе, он всасывает в себе воду. Потому что крахмальное зерно имеет обыкновение набухать. Такую кашку на завтрак, на ужин есть лучше как? Ну, понимаете, в чем дело? Эта кашка, будучи некалорийной, она все-таки занимает достаточно большой объем, допустим, да? И поэтому не нужно бояться есть много. Но тогда, наверное, не на ужин. Потому что на ужин объемную пищу не надо принимать. Это, так сказать, элементарные принципы здорового питания. Поэтому либо немножко на ужин, а если много, то, наверное, на завтрак. Ну, почему нет? Или на обед. Она варится быстро. Полчаса мы декларировали в рецепте, на самом деле будет готова быстрее. Ну, потому что у нас более мелкая группа. Потому что если бы мы взяли изначально, конечно, ту традиционную, с которой мы привыкли иметь дело, если мы вообще с ней когда-нибудь имеем дело, да, дорогие домохозяйчики? Если вы будете смотреть нашу программу с завидной регулярностью и завидной чистотой, то вы изучите много еще важных, интересных, полезных свойств тех продуктов, которые вы постоянно используете в своей повседневной жизни. Может быть, это добавит в ваше жизнедовольствие? Я вам покажу, что у нас происходит вот здесь. В этой кастрюлечке, в сотейнике, где тушатся курицы. Видите, сколько сока у нас вкусного появилось здесь? Я сейчас на всякий случай помешаю. А можно сказать, что вот это вот с этим, это как бы гарнир такой получается, да? Можно сказать, действительно, вот кукурузная такая каша полента, да, она вполне хорошо сочетается с чем-то тушеным в томатной базе. Действительно так. Да, но мы давайте будем рассматривать эти два блюда как два самостоятельных блюда. Не будем все-таки их смешивать. А вообще лучше не смешивать все-таки, да, или как? Нет, я с удовольствием... Что касается гарниров и всего остального. Ну, это было бы уже слишком, да. То есть это к принципам здорового питания не относится? Ну, понимаете, вот как раз поленту, наверное, можно. Картошка уже немного сомнительна. Слишком получается удар большой, белковый удар от белка курицы и углеводный такой удар от картошки. Это было бы слишком. Вот здесь углеводы есть, но их здесь меньше, и они в основном еще меньше усваиваются в крупе. Не ходите традиционными путями, ходите лучше в нашу кулинарную школу. Вот я сейчас эту поленту уже оставлю, пусть она стоит на теплом, в теплом месте. Она чуть-чуть еще загустеет в процессе сохранения. Потом я покажу вам, что мы с ней сделаем дальше. У нас уже, собственно, приходит время поработать с чахахбили. Курица уже готова. И сейчас право добавить в нее зелень, представляется, Елене. Под аплодисменты будут и коллег по ту сторону. А я уже буду добавлять чеснок. Вот так, прямо так, раз и... Да, смело. Вот так. Вот сейчас травки заработают у нас. Травки заработали уже, я уже чувствую, как они заработали. Кинза вообще чисто кавказская такая травка, по-моему. Да, кстати, многие женщины так, в общем, крутят носом, как они это очень хорошо умеют делать. Ну, она так пахнет, так специфически. Говорят, клопами пахнет. Так может действительно показаться, но в еде эта травка ведет себя совсем по-другому. Вот не бойтесь просто-напросто поверить в ней, переступить в себя. Травка совсем по-другому работает в еде. Если так ее есть пучками, действительно пахнет немножко клопами, да. Ну, вам и коньяк клопами пахнет, дорогие дамы. Так что, что тут говорить-то? Вечно, да, все не так. Полюбите кинзу, и тогда все остальные полюбят вас. Ваша домашняя, уж точно за такое-то блюдо. Вот он, чесночок. Паста такая из чесночка. Вы не забыли, надеюсь, дорогие домохозяйки, о том, что мы делали с чесноком. Ну, мастер, в частности, что он сделал. Он его вот так с солью растирал ножиком. Получилась такая паста. Я вообще рекомендую, девочки, положили траву и чеснок. Выключайте к чертовой матери нагрев. Но он больше не нужен. И накрывайте крышкой. И пусть там томится уже, да? Вот сырой чеснок любим далеко не всегда. Далеко не во всякой ситуации мы можем себе позволить, в конце концов, есть сырой чеснок. Потому что это запах, который очень трудно убить. Вот в этом блюде, когда мы чеснок вводим в самом конце, в результате он получается и не вареным, и не сырым. Он занимает какое-то промежуточное значение. Когда он не агрессивен, он не мешает вам чувствовать себя свободно в обществе после того, как вы это съели. И это вкусно. Зелень аналогична. Она не переварена, но уже не сырая. Поэтому если вы поймали это промежуточное состояние зелени и чеснока в блюде, вот оно вам удалось. Вы добились золотой середины. То, что, кстати, не совсем достижимо для нас, для женщин. Я выключил нагрев, положил травки, чеснок нагрев выключил, накрыл крышкой. Пусть немножко потомится. Вот у меня сулугуни тут. У Лены тут сулугуни. Что делать с ним? С сулугуни надо делать, смотрите, что. Давайте мы перевернем доску, чтобы на него не попала зелень. Ну, просто уже не будем. Я на вашей доске, Лена, потому что у меня там чеснок. Я сейчас нарезаю сулугуни. Сейчас я примерюсь немножко. Вот такими вот странными фигурами. А почему такими? Вот такие, ну, треугольники, что ли, да? Так. А зачем так? Ну, сейчас вы все поймете. Пошли уроки геометрии. Вот такими-то какими-то такими заостренными, в общем, кусками. Правда? Ну, вот достаточно мне вот этого количества. И вот теперь мы подадим поленту сулугуни. Вообще говоря, поленту подают со многими вещами. В ней мы могли бы сейчас добавить кусочки помидоров, кусочки жареных грибов, что очень хорошо. А полента очень любит сыр. Вот, например, в Италии я очень люблю это блюдо. Здесь люблю, не в Италии. В Италии бываю нечасто. Взять сыр с голубой плесенью и есть с сыром с голубой плесенью. Или вот сулугуни. В том виде, в котором мы приготовили ее сейчас. То есть вот это не пойдет? Ну, давайте, да. Лучше ее есть из глубокой тарелки. Вот, посмотрите. Красиво. Красиво? Жизнерадостная такая кашка получилась у нас. И теперь смотрите. И туда эти треугольнички. Мы втыкаем треугольнички туда. Чтоб расплавилось. Он начнет плавиться, этот сыр. Это такая вкуснотища. Такая простота. Простотища. Какое-то уже мужское слово пошло у меня. Но если бы у вас пошло женское слово, это было бы странно, как минимум. Вот. Это такое, знаете, сало. Сало. Утопленное. В поленту. И вот так это будет есть. Вам ничего больше в жизни не надо будет. Вот так все просто, вот так все быстро. Это была полента. Мы ей заканчиваем. Заканчивали, да. Мы готовили ее чуть позже, чем чахахбили. Так что теперь наступает черед чахахбили уже. Какая неземная красота. Там в сотейничке. Ой. И заметьте, мы сюда не наливали воды ни грамма. Здесь все очень натуральное и здоровое. Так что имейте в виду. Опять же, проще этого блюда, но не бывает. Да, быстро так действительно. Полента проста, как сибирский валенок. Хоть какие-то отношения к Сибири не имеет никакого. Ровным счетом, но вот. И вот так. Ой. Очень наш вкусный, абсолютно натуральный и здоровый продукт соус томатный. Вот так скромно, скромно, просто, но вместе с тем очень здорово едят на Кавказе. Ну и в маленьком кусочке Италии. Хотя и полента, называемая еще малыгой, и чахахбили, это тоже очень кавказская еда. Я даже встречал, скажем, употребление мамалыги на Кавказе, когда мужчины, все здоровые мужики, здоровые мужики, перед ними вот такая тарелка поленты с сыром. Знаете, чем они ее запивают? Вы не представляете себе чем? Молоком. И знаете из чего? Из пивных бокалов. То ли там не было стаканов, то ли положено, понимаете, много молока выпивать с этим блюдом. Поэтому там были обычные пол-литровные пивные кружки, в которые было налито молоко. Я сразу понял, в чем дело. Человек с бульвара капуцинов, помните, там тоже пили молоко, а не виски. Вот так что я так эмоционально сейчас рассказал об этих двух блюдах. А вам, Лена, останется уже без всяких эмоций, строго, жестко, таким четким научным языком, сейчас подвести итоги и рассказать, в чем здесь дело. Не получится у меня четким научным языком, потому что пахнет это все изумительно, выглядит еще более замечательно, чем пахнет. Поэтому попытаюсь сосредоточиться и напомнить, что мы готовили сегодня чахахбили. Курицу мы без кожицы, удалили с нее кожицу, тем самым сделав ее еще более здоровым продуктом. Обжарили, даже не обжарили, а как мастер еще сказал одно модное слово, переймем, заколировали. Обжарили вот так вот, прямо на ее внутреннем натуральном жире, без масла, без воды, в сотейничке, с двух сторон. Довели до такой все-таки румяной корочки, подрумянили ее. А на другой сковородке в это время мы жарили лук, чуть-чуть, небольшое количество масла, и потом чуть-чуть доливая воды. Пару-тройку раз, наверное, все-таки доливали, да, так за разговорами совсем в лук. В лук, да. Потом мы соединили курицу и лук, добавили туда мелко нарезанные помидоры и тушили всю эту прелесть под крышкой где-то минут 20. Потом мы добавили зеленый базилик, потому что он все-таки лучше, по словам нашего учителя, чем привычный нам фиолетовый, и кинзу, которая в блюдах ведет себя просто замечательно. И потом к этой травке мы еще добавили пасту из чеснока, которую так долго и красиво делали. Закрыли крышкой и выключили огонь. И все это блюдо у нас дошло уже самостоятельно, пропитавшись вот теми самыми ароматами, которые мы туда добавили. А пока мы делали чахахбели, параллельно мы сварили паленту. Как выясняется, это итальянские корни у этого блюда. Это более мелкая кукурузная крупа, чем мы привыкли видеть обычно. Быстро сварилась в подсоленной воде, но надо постоянно мешать и никуда не отлучаться от этой кашки. Кашка требующая внимания. А потом, для того, чтобы вкуснее было есть, мы туда добавили немножечко сулугуни треугольничками. Специально его правильно нарезали. Вот. Я сыт вашим рассказом. Сыт по горло. На самом деле, вы рассказали гораздо вкуснее, Лена, чем есть эта еда. Да. Мне все понятно. Думаю, что всем все понятно. Ну, а я перед тем, как попрощаться, скажу вам, дорогие друзья, что мы здесь, Леной, уже много проводим времени на кухне и будем проводить. И мы с ней, а может быть и вместе с вами, приходим к выводу, что здоровая еда, как правило, эта еда приготовлена совершенно просто, без всяких изысков и изощрений на кухне. Давайте и дальше будем продолжать так относиться к еде, вести здоровый образ жизни. Я с вами прощаюсь. Вечного вам аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok